Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим о 40-й главе книги пророка Иеремии. В 40-й главе продолжается рассказ о судьбе пророка в те дни, когда Иерусалим завоеван Навуходоносором. И судьба всех иерусалимлян, в том числе и Иеремии, оказывается в руках Вавилонского наместника. Этот самый наместник, оставленный властвовать в Иерусалиме, Навузардан называет его книгой Иеремии, вот он призывает Иеремию и говорит ему следующее, говорит, что твой Бог изрек бедствие на место сие. Вот это бедствие. Он говорит о том, что, ну, как ваш Бог вам говорил, так это и произошло. Твое Иеремии на пророчество оказалось правдой и сделал то, что сказал Господь Бог, потому что вы согрешили перед Господом и не слушались гласа Его. Скорее в данном случае вот эта фраза про то, что вы согрешили перед Господом и не слушались гласа Его, скорее вставка редактора или, может быть, варуха, который записывает этот рассказ. Но, тем не менее, мы видим, как воспринимается вся эта картина. В Вавилоне не как бы говорят Иеремии, вот вы согрешили перед Господом, поэтому все это с вами и произошло, и поэтому я освобождаю тебя сегодня. Вот вся земля перед тобою. И Иеремии дается возможность идти в Вавилон вместе с переселенцами или оставаться, и он волен выбрать то, что ему по душе. И Иеремия остается в Иерусалиме вместе с народом, оставшимся в стране. Дальше, собственно говоря, Иеремия уже здесь даже, на самом деле, как самостоятельное действующее лицо почти отсутствует. Здесь все время правители, какие-то оппозиционеры этим правителям, а пророк оказывается заложником их политических игр. После того, как Навузардан, вавилонский комендант военный Иерусалима, отозван обратно, да правителем поставлен некто Гадулия, сын Ахикама, тот самый, у кого, собственно, и живет в это время Иеремия, и этот Гадулия становится уже таким коллаборационистским, я бы сказал, наместником в этой земле, власть которого опирается на повеление царя Вавилонского. Ну, в каком-то смысле почти нормальная вещь. Даже я бы сказал, что относительно милостиво поступает царь Вавилонский, оставляя наместником в этой земле природного Иудея, а не какого-нибудь иноплеменника. Но тут же находятся какие-то князьявые начальники с дружиной, которые приходят к наместнику Гадулии и обещают ему служить, обещают, что они будут исполнять его повеление, а Гадулия будет предстательствовать перед лицом халдеев. То есть они, собственно, хотят такой, как будто, национальный режим, да, а Гадулия будет своего рода стеной между халдеями и иудеями. Через него будут происходить эти взаимодействия. Ну и более или менее, как кажется, они там договорились. И, соответственно, все те иудеи, которые разбежались во время войны, разбежались по окрестным землям, городам и народам, все они постепенно возвращаются к Гадулии в массиву, в землю иудийскую. Однако среди вот этих вот военачальников зрит заговор, потому что им кажется возможным освободиться от халдейской власти, опереться на Египет и, соответственно, свергнуть, свергнуть вот этот вот режим наместника Гадулии, который хоть и иудейский режим, но все-таки уже не самостоятельный, а зависимый от вавилонского царя. Соответственно, кто-то составляет заговор, кто-то о нем доносит наместнику Гадулии. И вот здесь вот все это происходит, ну, как обычно, при дворцовых заговорах и дворцовых переговорах. Надо сказать, что, правда, удивительным образом Гадулии не верит тому, что говорят ему о заговоре. В первую очередь эта история, знаете, очень поучительна, потому что, ну, вот момент, когда, как кажется, уже можно было начать восстановление жизни, когда уже, казалось бы, можно что-то отстроить заново, оправиться от разрушений, вавилонин, судя по интонации, по отдельным деталям, Гадулия человек, пользующийся авторитетом, готовый брать на себя ответственность. Ну, вот вся эта тошнотворная политика, основанная на идее национальной гордости, вот она не дает это сделать, не дает. И распад только ускоряется. Но об этом уже будет речь идти в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok